Волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева в эти дни играет в австралийском Линдсе на турнире серии WTA. 20-летняя спортсменка заявилась как в одиночном, так и парном разрядах. Кроме этой новости, спортивный обозреватель Юрий Кушнарев также расскажет об итогах хоккейных матчей с участием Волгоградского легиона и немножко о гонболе. Сразу же после завершения турниров в Китае, где к тому времени 56-я ракетка мира из Волгограда выступила прямо, скажем, не блестяще, она отправилась в Австрию, где в городе Линдс стартовал международный турнир с общим призовым фондом в 225 тысяч американских долларов. Играла как в одиночном, так и в парном разрядах. Если говорить об индивидуальном выступлении, то следует заметить, что на австрийском харде Наталья в первом круге легко разобралась с соперницей из Парагвая Вероникой Ройг. Первый сет она взяла в сухую 6-0, во втором отдала сопернице всего два гейма. На корте теннисистки находились 56 минут, и за это время Виклянцева четыре раза подавала на вылет и реализовала шесть брейк-поинтов из восьми. Во втором раунде богоглазская теннисистка встретится с пятой сеянной на турнире в Линдсе румынкой Сараной Кырстя, которая в упорной борьбе обыграла бельгийку Эйтванг. Что касается соревнований дуэтов, то здесь наша спортсменка, выступая в пале с украинкой Людмилой Киченок, без вариантов за 49 минут проиграла в первом же матче против Анастасии Родиной из Австралии и Надежды Киченок из Украины. 2-6-1-6 Сразу два детских хоккейных клуба «Легион» отыграли свои матчи. Ребята 2005 года рождения в первенстве ЮФО и СКФО гостили у краснодарской команды с грозным названием «Буйволы». И в двух матчах волгоградские хоккеисты укращали строптивых соперников. В первом относительно легко 6-3, причем начали с минора, проиграв первый период 0-2, зато второй вышел ударным 4-0. На следующий день «Буйволята» были недалеки от того, чтобы взять реванш. Но здесь вмешалось ее величество «Удача», принесшее коллективу из Волгограда вторую победу 7-6. В этих матчах легионер Богдан Высоцкий забросил 6 шайб. Четыре из них в первой игре, а вот «Легион-2004» на своем льду поделился победами со сверстниками из ростовской шор номер 6. И если в первый день хозяева площадки одержали безоговорочную победу, то вот во втором уступили 1-5. В чемпионате России по гонболу в мужской суперлиге сейчас возникла пауза в связи с подготовкой разного возраста сборных страны к международным турнирам. В главную команду в качестве кандидата в основу вызван 11-й номер «Каустика» Михаил Виноградов. В национальной команде, где собраны игроки 1998 года рождения и младшие, представительство Волгоградского клуба «Солиднее». Главный тренер Степан Сидорчук и его помощники вызвали на УТС, который начнется в Протвино с 18 октября, троих из команды Дмитрия Бочарникова. Это голкипер Кирилл Михайлов, полусредний Владислав Татауров, ну а в списке резервистов значится Алексей Феклистов. По завершении сборов молодежка отправится в Польшу, где с 26 по 30 октября проведет три контрольно-тренировочных матча. Напомним, что впереди у молодых гандбаристов участие в первенстве Европы, которое состоится летом 2018 года.